Вот эта пожилая женщина, кто не знает, это Людмила Алексеева. Ей 90 лет. Она одна из старейших защитниц прав человека. Вообще человек с непростой судьбой и все всегда считали ее настоящим борцом. Она участвовала в выступлениях правозащитников против ареста писателя Андрея Синявского Юрия Даниэля. Она участвовала в кампании против процесса над Александром Гинсбургом, была изглючена в свое время из коммунистической партии, эмигрировала в США в знак протеста, получила американское гражданство, печатала многие книги за границей и сотрудничала с «Голосом Америки» с радиостанцией «Свобода». В 1993 году она вернулась в Россию и продолжила свою деятельность. В 2006 году участвовала в организации конференции «Другая Россия», организовывала митинги в защиту Конституции, проходившие на Тримфуальной площади в Москве. Людмила Алексеева, лауреат правозащитной премии Улафа Пальмы, премии Сахарова, награждена французским орденом почетного легиона, орденом за заслуги перед Федеративной Республикой Германии, эстонским орденом креста Земли Марии, рыцарским крестом великого князя Литвы в 2012 и 2013 годах выдвигалась на Нобелевскую премию мира, автор более чем 100 статей и брошюр о правах человека. Мне казалось, что такой человек, как Людмила Алексеева, уже не может ничем удивить. Ошибаюсь, оказывается, может. Президент Путин приехал ее поздравить с днем рождения, и все расценили его подарок как самый наглый троллинг. Дело в том, что Алексеева родилась в Евпатории, и он подарил ей картинку с видом Крыма. И это правозащитница прав человека, которая недавно написала брошюру о том, что в Крыму нарушаются права крымских татар. И вот она с удовольствием берет этот подарок из рук этого человека, держится с ним за ручки и о чем-то очень мило беседует. Удивила она даже не тем, что пустила на порог своей квартиры деспота, похоронившего демократию в России, а удивила тем, что целовала ручки президенту. Такая мерзость, такая грязь, слов нет. Мне за нее не стыдно, эта старая женщина. Не обидно и даже не грустно. Мне просто противно. Но более всего мне досадно, что тень этого позора может лечь на демократическое движение в целом, в котором она когда-то участвовала. Ведь там было столько достойных людей, и многие погибли, не прогнувшись перед Чикиской властью. Конечно, и тогда случалось всякое. Бывали и фальшивые раскаяния, и предательства, и многое другое. Но чтобы ручки тиранам целовали, нет, такого не было. Вот на этой фотографии Алексеева на фоне Анны Политковской, которая погибла от рук этого режима. Ужасное бесчеловечное преступление, заказчики которого до сих пор не названы. Когда-то образ Людмилы Алексеевой был очень ярок, и действительно оказалось, что она достойна Могилевской премии мира, потому что всю свою жизнь говорит о несвободе в Советском Союзе, а потом в России. Сегодня для меня закончилась еще одна женщина, и еще один образ растаял в дымке. Прощайте, Людмила Михайловна. Бог вам, судья.